Юрий Лобанов ветеран СВО в 22 году был тяжело ранен, лишился ноги. В качестве реабилитации ему посоветовали заняться метанием ножей. Спорт Юрия заинтересовал, сейчас он чемпион всероссийских соревнований, абсолютный чемпион Самары и Самарской области и один из организаторов соревнований, которые были приурочены к 9 мая и посвящены гвардии лейтенанту Артуру Кузнецову, погибшему на СВО. Он воевал по контракту с самого начала спецоперации, а в феврале 24 года попал под арт-обстрел. Я его сам лично знал, он был моим солдатом. В 2015 году он пришел на контракт в знаменитую 15-ю бригаду, сейчас я называю «черные гусары». Был старшим стрелком и дослужился до командира роты. Ну, погиб, к сожалению. То есть очень хороший, душевный человек, друг, товарищ, никогда не бросал в беде. В качестве почетных гостей присутствовали вдова и дети погибшего – 13-летний Дмитрий и 3-летняя Аделина. Я горжусь своим мужем, он отдал жизнь за наше светлое будущее, ушел героем. И для нашей семьи очень важно, чтобы его поступки помнили и чтили, ведь пока мы помним, он жив в наших сердцах, и это очень ценно. Перед участниками соревнований стояла задача набрать как можно больше баллов. Каждый смог сделать 30 бросков. Сегодня мы сделали очень сложные такие условия, называется как бы «тропа победы». И здесь нужно метать каждый нож с разной дистанции, что, конечно же, сразу усложняет. Потому что все-таки ты привык с одной дистанции, уже бросок, уже подготовленный такой, а это каждый раз нужно дистанцию поменять. Среди участников соревнований – люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны спецоперации. По словам организаторов, занятия спортом помогают в их реабилитации. Недавно из Рязани команда привезла 10 золотых, 6 бронзовых и 6 серебряных медалей. В июле они поборются за победу на всероссийских соревнованиях среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата, которые пройдут в Самаре. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События.